Спортсмены Чуваши продолжают радовать своими победами на соревнованиях международного уровня. За прошедшие два месяца на пьедестал первенств мира удалось взойти пяти спортсменкам республики. Сегодня с ними и их представителями встретился министр физической культуры и спорта Чуваши Сергей Мельников. Подробнее в следующем сюжете. Уже стало доброй традицией, что воспитанники чебоксарской школы самбо и дзюдо не возвращаются с международных соревнований без медалей. На прошедшем южнокорейском городе Сеул первенстве мира по самбо эту традицию сохранили. Спортсменки из Чуваши вновь на пьедестале почета. Уже не в первый раз золотой медалью возвращается Эдера Лаврентьева. Также награду высшего достоинства завоевала Вера Латкова и серебряную Наталья Степанова. Уже последние, наверное, на скидку три года у нас практически на всех главных стартах. Мы имеем награды самого высокого достоинства. На самом деле, неспроста Чуваши определена центральным местом проведения главных стартов Всероссийского дня самбо. Девушки готовились к первенству около восьми месяцев. И несмотря на то, что Эдера, возможно, опытнее своих подруг, готовиться к соревнованиям, ей было ничуть не легче. На прошлом чемпионате России спортсменка получила травму колена. К счастью, она не помешала ей на соревнованиях, но лечиться все же придется. Я как бы поеду оперировать колено, залечу, как месяц буду восстанавливаться, а потом уже начинаю опять серьезно готовиться к первенству России. Также первенство России отбор на первенство мира. Я завершающий год по моим годам юниоркам. Надеюсь, что завершающий год тоже у меня будет успешно. Кроме девушек-самбисток порадовали и представительницы армспорта. Также не менее известные. Это Олеся Игнатьева и Эльмира Алеева. Они завоевали серебряную и бронзовую медали на первенстве мира, проходившем в Литве. Все спортсменки и их тренеры были награждены сертификатами, ведь большие заслуги должны быть отмечены по достоинству.